Здравствуйте! Я хочу сегодня задать такую немного историко-философскую тему о том, в каком времени мы живем, а точнее про эпоху Водолея. Что это такое? Есть такое явление, как прецессия. Если запустить волчок, например, самый обычный детский волчок, многие его запускались, не все, хотя он уже ушел из детских игрушек. Вы увидите, раскрутите его, вы увидите, что его верхушка будет вращаться. Вот ось волчка сама по себе вращается. Волчок вращается вокруг оси, а ось ходит по кругу. Вот кончик оси волчка будет ходить по кругу. Примерно то же самое происходит и с Землей. Земля вращается вокруг Солнца, Земля вращается вокруг собственной оси. А ось Земли сама совершает медленное движение по кругу, как волчок. Ось – это куда Земля смотрит. Это вместо ее такого напряженного внимания, точка, которая притягивает внимание Земли, вокруг чего она вращается. Это центр нашей жизни, наша ось. Это то, что мы любим, то, к чему мы стремимся. Это внешний образ Бога и внутренние ценности. А для нас сейчас этой такой внутренней ценности, образ – это полярная звезда. Земля смотрит на полярную звезду. Точка не стоит на месте. Через какое-то время она медленная двигаясь, перейдет к Веге. Это будет высокая эпоха, потому что Вега – это очень мощная, очень позитивная, очень красивая звезда. И в результате получается, что наши знаки зодиака сдвигаются относительно звезд. Наши знаки все отсчитываются от точки весеннего равноденствия. Так называемый тропический зодиак. Астрологи знают, что вот самая главная точка в году – это начало года, начало астрологического года – это точка весеннего равноденствия. Мы, астрологи, празднуем не Новый год. То есть Новый год мы празднуем вместе со всеми, конечно, обычный официальный Новый год – 1 января. Но кроме этого, все астрологи празднуют точку весеннего равноденствия в момент, когда Солнце входит в ноль овна. Она как-то отмечена на небе? Нет. На небе она не отмечена. Нет гвоздика, где было бы прибито на небе, так сказать, большой плакат, где написано, вот здесь находится точка весеннего равноденствия, отсюда идет отсчет. Нет. Как мы ее вычисляем? А очень просто. В этот день Солнце восходит ровно на востоке. В этот день день равен ночи. Таких дней в году два. Точка весеннего равноденствия и точка осеннего равноденствия. В оба эти дня Солнце восходит точно на востоке. Отсюда можем начинать отсчет. Он связан с нашей Землей. Но поскольку происходит сдвиг нашего зодиака, медленное вращение вместе с точкой, вместе с осью Земли, медленно вращается и зодиак, и он совершает полный круг за 25 770 лет, кажется. Это так называемый год Платона. Относительно звезд точка весеннего равноденствия вернется на то же самое место. Мы говорим относительно неподвижных звезд. Нам кажется, что они неподвижны. Они тоже совершают движение. Но такие медленные, что за 25 тысяч они, конечно, сдвинутся, но не очень заметно. И вот мы смотрим, если взять на небе, зафиксировать какой-то момент, точку отсчета, а потом смотреть, как относительно этой точки отсчета будет двигаться наша точка весеннего равноденствия. Вот она совершает полный круг за 25 770 лет. А один знак 30 градусов, она пройдет за 2147 лет примерно. И вот этот период, когда точка весеннего равноденствия проходит один знак, 30 градусов, это эпоха. И каждая такая эпоха очень сильно заметна в истории Земли. Она отмечена всем. Историческими событиями, образом жизни, сменой цивилизаций, культур, доминирующим мировоззрением, религии. Всем-всем это очень сильно заметно. Когда-то точка весеннего равноденствия, незадолго до Рождества, вошла в знак рыб. Это предваряло христианство. Первые христиане не носили креста. Они вышивали или надевали себе как-то рыбку. Позже стали объяснять, что это как бы аббревиатура греческих слов Иисус Христов, Стеос, Филиос Сотер, Ихтиос. В романе Камагридеши, Сенкевича, польского писателя, есть эпизод, когда рабыня молодая, разговаривая с римлянью, чертит ногой на земле, на песке рыбку. Он не понял, что она хочет сделать. А она спрашивала ее, ты из христиан или нет. Это был тайный знак христиан, рыбка. Она хотела узнать, свой он или не свой. Поэтому рыба на самом деле символизировала не столько вот эту аббревиатуру, сколько представление о том, что на землю пришла эпоха рыб, эпоха христианства. И то христианство, которое было на земле до сих пор, ассоциируется именно с рыбами, с Нептуном. Высшая любовь, вера. Прошло сколько-то лет, ось земли сдвинулась. И сейчас перешла в другой знак. Сейчас началась эпоха Водолея. Когда? Астрологи спорят на эту тему. Кто-то отсчитывает прямо от Рождества Христова, от 1 января, там, 1 года нашей эры. Но это чисто умозрительно, хотя бы потому, что Христос родился не 25 декабря, 1 нулевого года совсем, и не 1 года. Историки отлично знают, что Христос родился между 7 и 4 годами до нашей эры. Наша эра была установлена заметно позже, 500 с чем-то лет спустя. Монахом и астрологом Дионисием Малым из чисто общих соображений он так вычислял, примерно прикидывал, рассчитывал Пасхалий. И когда начался цикл Пасхалий, он решил, что раз цикл Пасхалий начался, то вот Христос должен родиться именно в этот год. Ну, на самом деле, он ошибся. Христос родился раньше, это подтверждают исторические данные. От минус седьмого до минус четвертого. Поэтому связывать начало эпохи с религиозством не стоит, есть какие-то другие факторы. Не обязательно Христос должен был родиться именно в этот момент. Он мог родиться, когда эпоха уже начала разворачиваться, проявлять свои потенции. Кто-то отсчитывает от индийского зодиака, индусы пользуются неподвижными звездами. Разные индийские школы отсчитывают от разного времени, это понятно. Тогда еще не стоял вопрос о разнице между тропическим и фиксированным зодиаком, движущимся нашим тропическим, и звездным зодиаком. Ну, звездным, сидерическим еще называют, а слово сидр – звезда латинская. Потом, когда этот вопрос возник, когда встретились западные астрологии с индийской, то есть одна и та же астрология разделилась из Вавилона, из Греции одна пошла на восток, в Индию, другая пошла на запад, одна и та же астрология. И там они развивались долго по-своему, как-то взаимодействовали, в новое время опять встретились, обнаружили, что развивались они что-то по-разному. Вот, и выяснилось, что другая точка отсчета. Индусы работают с фиксированным зодиаком, европейцы работают с подвижным. Многие отсчитывают от первых веков нашей эры. В этой школе там начали считать тогда, поэтому там считают от 100 какого-то года, а здесь вообще от 200 какого-то. Разночтения серьезные, и поэтому хочется обратиться к какому-то прочному материалу, понять, а где же и когда мы войдем в эру Водолея. Некоторые нам обещают где-то чуть ли не в 200-м году. Но мне лично кажется, что астрология — это все-таки наука. Это не совокупность личных мнений тех или иных астрологов. Это наука. А всякая наука имеет привычку проверять себя на практике. Давайте просто посмотрим, что произошло на Земле в течение последних двух веков. Конец XIX — начало XX века. Какие изменения произошли с человечеством? Начнем с самых простых. До этого можно было путешествовать по поверхности Земли, по поверхности воды, но нельзя было ни взлететь вверх, ни глубоко опуститься вниз. На границе двух веков, конец XIX — начало XX века человечество обрело третье измерение. Вверх полетели самолеты, ракеты, вниз — в воду, стали опускаться подводные лодки, батискафы, батисферы, стали рыть глубоченные шахты. Мы обрели третье измерение, то есть жизнь человека стала трехмерной. Раз. Второе. Мы вышли в космос. В предыдущем веке мы налетели до Луны. Этого никогда не было за всю историю человечества. Изменения грандиозные. Но кроме этого, много чего изменилось и совсем в других направлениях. Начнем с науки. На границе двух веков, конец XIX и начало XX, произошел взрыв во всех науках. Произошла революция. Грандиозная революция физики, которая полностью перевернула наше представление о мире. До этого мы жили в обычном евхлидовом пространстве. Три измерения. Время, как система измерения, спокойно текущая, как система отсчета, не несущая каких-то особых качеств себе. И вдруг выясняется, что мир устроен совсем не так. Что нам только кажется, что мир трехмерен. Пространство обладает какими-то своими особыми свойствами. Не однородное, да и не изотропное. Не всякое направление пространства можно выбирать свободно. Некоторые предпочтительнее других. Эйнштейн в теории относительности перевернула наше представление о мире, в котором мы живем, о пространстве. Квантовая механика, новая физика перевернула представление о устройстве материи. Оказывается, что там волны в основе всего, мировые колебания. Может быть, это было в каких-то древнейших культурах, которые были исчезли. Мы ничего об этом не знаем. Но за все протяжение истории человечества, которое записано, о котором мы что-то представляем, такого не было никогда. Мы всегда жили в просто устроенном пространстве. Вслед за физикой поменялась и химия. Причем она поменялась. Существенный прорыв в химии был сделан с таблицей Менделеева. Он увидел структуру, а физики объяснили эту структуру. Потом, позже. Но это еще куда не шло. Поменялось представление о устройстве человека, об устройстве живого организма. Революции в биологии, связанные с возникновением генетики. Это полный переворот биологии. Никогда мы об этом не знали. Сейчас мы можем даже задавать определенные свойства, создавать их. Генетическая инженерия. Изменилось все. Психология. Полный переворот психологии. На границе двух веков, в начале 20-го, Фрейд, Юн, Гадлер. Сейчас это продолжается, волна идет. Мы открыли совершенно другое устройство человека. Для нас стало явственно его подсознание, сверхсознание. Мы узнали о человеке то, чего никогда не знали до этого. Мистики знали. Посвященные знали. Об этом даже в Библии говорится косвенно. Но для человечества в целом это стало понятно только в начале 20-го века. Возникла социология его, изменилась экономика. Возьмите абсолютно любую науку, произошел переворот. Структуризовалась наука. Произошел переворот в самой фундаментальной науке, в математике. Математика стала другая. Абсолютно другая. Мы жили в евклидовом пространстве. Выяснилось, что нет, есть пространство Лобачевского, новое пространство. Совсем другие миры. Математика произвела огромное количество совершенно невероятных миров, которые даже трудно себе представить. Любую науку возьмите. В ней произошел переворот. Причем именно на границе двух веков. Я продолжу свою лекцию в следующий раз о том, когда началась эра Водолея, потому что смена эр несет очень большие изменения во всей истории человечества. Мы видим только первые шаги. Сейчас я сказал о хорошем, а сейчас скажу об очень хорошем. У нас объявляется очередной набор в Академии. Если вы хотите действительно всерьез изучить астрологию, а не послушать рассказы об астрологии, приходите к нам. Всего на самом деле несколько фундаментальных учебных заведений в стране, где действительно учат науки полноценно и грамотно. А выпускники всех таких скороспелых учебных заведений, они даже не знают, что они получили маленький кусочек астрологии. Они думают, что они получили все. Но это глубокая ошибка. Но они, наверное, так и никогда не узнают, потому что обычно выпускники этих заведений, они дальше не учатся. А мы вам предлагаем фундаментальное образование. Если вы хотите задать вопросы и о том, как обучение происходит, и все прочее, и про саму астрологию тоже, можете даже астрологические вопросы задавать. Да не только астрологию, можно задавать вопросы о жизни и философские вопросы к живым людям, для меня в том числе. И все произойдет это в день открытых дверей. Онлайн-трансляция будет идти. Онлайн хорошо, можно узнать обо всем на диване. Так что приходите к нам на день открытых дверей, узнаете об Академии более подробно. Ждем вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!